Добрый день, дорогие друзья, добрый день, уважаемые радиослушатели, интернет-портал радиоцентра «Сангейтс». Начинаю свою работу. Сегодня у нас начало новой недели, понедельник, день Луны, и на связи Беларусь, Минск, Василий Мицкевич. Василина, рад вас слышать. Не видно вас по техническим причинам, но зато слышно. Здравствуйте. Всем привет. Да, давно мы с вами не общались. Ну, связано это, понятно, вы в Астралии, вы постоянно путешествуете в тех мирах, которые нам, не астрологам, не доступны. Тема нашей программы будет сегодня достаточно необычная, но, тем не менее, она важная. Дело в том, что мы сейчас, в финансовом, скажем, находясь в маркете, мы установили новый, так сказать, high по-английски, или новый, вот новый виток в bull market. То есть мы резко пошли вверх, и, в общем-то, такого еще не было в истории биржи, стак-маркета, что индексы, все индексы, они пробили, ну, за исключением, конечно, Несдека, пробили верхнюю точку. В частности, это сделала S&P 500, это 500 крупнейших корпораций Соединенных Штатов Америки, по которым, в общем-то, строится экономика Соединенных Штатов, и на которой равняется уж пока на сегодняшний момент весь мир. В.Путин. Какой-то вулкан, там, цунами. Как вы это видите? Ну, на самом деле, я более оптимистично настроена. Дело в том, что затмение, которое состоялось в марте, оно принуждает, в общем-то, к перемирию, если речь о военных действиях. И если речь о каких-то катастрофах, то заставляет это затмение их избежать и быть готовыми. То есть неожиданного чего-то не предвидится. Ко всему люди будут готовы. Все будет происходить уже по прогнозам, скажем так. Однако неделя будет такая довольно склочная, можно сказать. Очень много конфликтов между людьми. И, возможно, где-то там на экране мы увидим, как люди ссорятся, как в былые времена там выливают друг другу на голову что-то, кефир, стакан воды. То есть вот это скандальный. Или так, или тортом в лицо, или лицо в торт. Вот, вот, вот. Вот, вот. А все может произойти. Обязательно этот сюжет с тортом надо будет выложить, если это произойдет. Потому что конфликты будут. И конфликты такие, когда в основном люди обзываются, кричат громко, машут руками, доказывают свою точку зрения, других людей не слышат. Это на этой неделе. Поэтому какие-то мероприятия запланированные, важные на государственных, международных уровнях, они нежелательны на этой неделе. Вместо того, чтобы договориться, скорее всего, будут просто склоки конфликта. И каждый останется при своем мнении. Василина, а скажите, глобального ничего не произойдет, вы имеете в виду только на этой неделе, или вы имеете в виду ближайшее будущее, скажем, в июле, ну, до конца года? Как минимум. На самом деле, Майкл, он меня вытащил насильно, за шабры взял и говорит, срочно. Срочно народ требует? Да, народ подпрашивает. Вот я за 10 минут что посмотрела, на неделю. Да я знаю, вам хватает и 10 минут. Вот, в общем, глянула и говорю на неделе. Да, месяцы напряженные нас ждут, но я же говорю глобального такого, что все, мир перевернулся, третья мировая, нет. Этого ждать не надо. Ну и слава Богу. Стоит смотреть на жизнь. А как вы относитесь действительно к тому, что вот у нас есть навидящие, некоторые выступают, и они говорят о том, что надо ждать какого-то вот такого события техногенного характера, возможно? Ну, я вначале сказала, что все, что может происходить, к нему, скорее всего, будут люди готовы, будут, такое слово, предохраняться от различных таких катастроф. Катастроф. Даже очень часто сейчас, просто отбоя нет от людей, которые обращаются по поводу своих поездок и перелетов. Лететь не лететь. Рейс такое-то, время такое-то. Посмотрите, пожалуйста. Так лететь или не лететь все-таки? На этой неделе, возможно, что в воздухе тоже будут какие-то серьезные конфликтные ситуации. Почему? Когда люди много скандалят, на ветер вот это вот все высказывают, все это поднимается в атмосферу, и там происходят катастрофы, авиакатастрофы. То есть нехорошая неделя для перелетов. Однако нужно, конечно, обратиться к тем астрологам, которые занимаются поездками, и спросить, как мой рейс? Посмотрите, пожалуйста, стоит мне лететь, особенно если я лечу с детьми и со всей семьей. И куда стоит лететь? Астрологов, которые сейчас владеют этой техникой, достаточно и без меня. То есть можно найти запросто. Ну, исходя из последнего, так сказать, последней фразы, кроме меня, то есть имеется в виду, что вы специалист в других областях, отраслях, да? Ну, сейчас я специалист. Ну, когда женщина пропадает вдруг с горизонта, не ходит по работе, причина только одна, декретный отпуск. Поэтому я сейчас стараюсь не работать. Так вы в декретном отпуске были? Прямо так и говорите? Нет, да? Все, тема закрыта. Я не люблю, когда о моей личной жизни какие-то разговоры. Все нормально. Хорошо, хорошо. Ладно, нет, просто вы сами упомянули. Поэтому я, так сказать, и в тему. Ну, хорошо. Я многодетная мама, поэтому я заслуживаю секретный отпуск. Ясно. По уходу за многодетными. Хорошо. Василина, давайте тогда мы действительно перейдем к финансовой астрологии. Скажите, вот финансовая астрология. Тут какие-то должны быть определенные качества? Потому что есть ли такая вообще астрология финансовая? Вот есть предсказательная астрология, есть там, ну, не знаю, в западной, если нет, там, харарная, там, монтанная и так далее. Есть медицинская астрология. А есть ли финансовая астрология? Или ее так просто люди назвали сами? Ну, конечно, есть. У нас более даже употребляется в последнее время такое название бизнес-астрология. То есть, конечно, существует и уже довольно долго люди понимают, что без денег они не смогут двигаться по жизни куда-то дальше, что деньги зарабатываются трудом. Поэтому вопросы астрологам по поводу финансов задаются. А есть такая маркет-астрология, можно сказать, биржевая астрология. Даже такая есть? Или она просто это новомодное какое-то такое течение? Или она всегда была? Ну, если у нас в России, скажем так, в последнее время это новомодное течение, то есть последние годы, то я думаю, что в Америке достаточно много астрологов, которые занимаются параллельно биржей и консультациями. Так что я думаю, что для американцев это не новинка, а для нас нечто пока еще новое. Ну, на самом деле, таки да, это правда. Я даже знаком и не с одним таким человеком, а с одним я, в общем-то, даже и беседовал. Вот так мне, ну, что ли, может быть, повезло. Которой является пятой, это компания, он владелец компании, и она занимает пятое место в мире по такого рода предсказаниям, или прогнозам будем говорить. Все-таки астрология – это не предсказание, это прогнозы. И этот человек – ведический астролог, в первую очередь, видите. И он, то, что я до сих пор получал рассылки случайно, ну, какие-то, а потом я просто подписался и получал такие рассылки, потому что несколько раз в день приходили конкретные указания с тем, что надо делать, где надо чего покупать. Это то, что называется commodities, это, ну, не знаю, сахар, нефть, уголь, там, вот эти вещи. Это какие-то индексы. И это валютные пары. Ну, сегодня самая популярная валютная пара – это евро-доллар. Ну, их много, на самом деле, этих пар. И британский фунт к доллару, и австралийский доллар к американскому доллару, и евро к японской иене, и доллар к японской иене, и так далее. То есть вы говорите, что мы с вами, кстати, на эту тему ни разу не говорили. Вы этими вещами тоже занимаетесь, да? Да, конечно. И очень люблю, поскольку для меня это самое простое. Серьезно? Это метод engine time, прямой, то есть там, в принципе, ничего разбирать не надо. А как, ну, хочу объяснить, вот для астрологии очень важно знать не только день рождения, но и время рождения. Вот механизм времени, он как раз-таки рассматривает движение графиков именно поминутное. Поэтому думать особо не надо. Посмотрела, сделала выводы, посмотрела, сделала выводы. То есть вот всё как часы, наглядно. Поэтому, в общем-то... Но, во всяком случае, пользоваться советами было бы неплохо вашими. Ну, хорошо, давайте мы тогда попробуем заняться прогнозами. С чего мы начнём? Давайте. Сегодня, как получилось, что... А я буду записывать. Хорошо. Имейте в виду. Да, можно в любом случае посмотреть потом в запись. Так. Вот, сегодняшний день, в общем-то, как и начался, Майкл пожелал мне доброе утро. В очередной раз хотел спросить, не запишу ли я программу, будет ли у меня там какие-то 15 минут. Ну, и я решила там посмотреть Engine Time и увидела, что иена у нас будет падать так конкретно. Ну, вот, предупредила в этой ситуации. До конца недели? Да, да, да. До конца недели. А потом? А потом? А потом будет новая неделя, и мы потом будем говорить. Нет, нет. Ну, да. Ну, в общем-то, на следующей неделе, вот 21 числа, иена хороший день. Ну, пока падение. В августе у нас будет рост. А на этой неделе, то, чего, в общем-то, так трейдеры все, наверное, ожидали, потому что доллар падал со сумасшедшей скоростью довольно долго, наконец-то стала снижаться иена. Иена у нас идет вниз до конца недели. Еще один напряженный день для иены – это пятница. Если не ошибаюсь, у нас 15-е, да? Сейчас посмотрю. Да. Да, да, 15-е. То есть, последний день недели опять падение иены. Сегодня. То есть, оно еще больше падения. Ну, собственно говоря, я видел на маркете о том, что действительно иена падает, доллар по отношению к иене подымается. И не только доллар подымается по отношению к иене, но и подымается еще евро. Ну, собственно говоря, и швейцарский франк подымается, и британский фунт подымается. То есть, иена падает, короче говоря, по всем направлениям в отношении всех валют. То есть, то, что я, допустим, видел, это почти 3 доллара за один день, это довольно много, 3% на самом деле. Если взять, размерить в деньгах, то я как бы в этом деле разбираюсь, то это, ну, так сказать, месячную норму заработной платы, если перевести, за сегодняшний день можно было выполнить месячную норму, имейте в виду. Причем, я вам хочу сказать, что, ну, не знаю, по каким параметрам, ну, по российским, наверное, или по белорусским, да, можно было бы выполнить. Хорошо, это то, что в отношении иены. Что мы можем еще сказать в отношении, скажем, доллар-евро, какие у вас есть, если есть? Вот я хочу уточнить еще раз по иене. Опять же, у нас же есть две разных пары, пара доллар-иена и евро-иена, то, о чем Майкл сейчас говорил. Я специально утром не сказала, в какой паре, потому что предполагала, что в обеих парах будет падение, и в пятницу тоже в обеих парах будет падение. Однако, по доллару самое большое падение до 14 числа. То есть, в паре доллар-иена, иена падает до 14 числа. Причем там, возможно, будет максимальная точка на открытии маркета по Нью-Йорку. То есть, по московскому времени 16.30, я думаю, что максимальная точка доллара будет 14 июля. После чего доллар в этой паре может снижаться. И с этого же момента начнет иена падать по отношению к евро, потому что евро немного поднимется по отношению к доллару. Я тут такие математические формулы выложу. То есть, простите, давайте я уточню, как я понял это. То есть, получается, вы сказали вначале о том, что иена будет падать до конца недели. Первое. Второе, вы сказали, что если брать 15 число пятница, то иена будет тем более падать. Из чего я могу сделать вывод о том, что она будет падать, ну, как-то вот сегодня она упала, а потом тенденция будет идти просто ниже, ниже, ни по чуть-чуть. И в пятницу опять будет, так сказать, accelerate, то есть, скорость падения увеличится, падение иены. Но если иена падает, то в отношении других валютах она, другая валюта пойдет вверх. То есть, то, что вы сейчас говорите, не в отношении доллара по пятнице, да. То есть, доллар будет идти вверх по отношению к иене до 14 числа, а дальше не будет такая тенденция доллара расти по отношению к иене. Правильно я понял вас? Он будет расти, но медленно. Нам интересен вот этот день, 14 число, потому что доллар поднимется и по отношению к иене, и по отношению к евро, и по отношению к российскому рублю, по отношению ко всем валютам. Нет, давайте мы тогда сейчас, тут что-то я уловил, какое-то разночтение. Вы сказали перед этим о том, что евро будет идти по отношению к доллару выше. Это после 14. Я говорю вот такую вот точку, 16.30 по московскому времени, это открытие Нью-Йорка, Нью-Йоркской биржи, 16.30, да. Вот в этот момент максимальная точка доллара, Нью-Хай. Понятно. То есть с иеной мы, допустим, мне понятно, а с евро доллар будет расти по отношению к евро до 14 числа? Да, да. Именно вот весь день до открытия Нью-Йорка доллар растет по отношению вообще ко всем валютам, и евро тоже. Вы знаете, сегодня, сегодня как раз-таки наоборот, сегодня евро растет по отношению к доллару, но у меня вот лежит записанное предсказание, ну у нас, простите, еще есть астрологи, и вот есть такой на вашей территории проживающий Андрей Бухарин, он как раз специализируется на паре евро, доллар и на нефти. Ну, про неф мы пока еще не говорили, а вот в отношении евро у него вот такие есть циклы. С 13 по 15 рост евро, с 13 по 15 рост евро, а с 16 по 19, но 16 это 17, это выходные дни. Наоборот, идет падение евро, потом она опять идет 20-21 вверх и 23-26 вниз. Вот это то, что говорит астролог Андрей Бухарин. То есть, как раз-таки и он согласен с тем, что евро с 14-го числа, с 16-30 и 15-го евро будет расти, так? Евро будет расти, евро будет расти, да. Но он говорит еще даже с 13-го числа. Ну, опять же, 13-е число по какому часовому поясу? Поскольку если 13-е число у вас, да, если у вас, ну, мы все-таки на 8 часов раньше, то есть, если евро будет расти день, тогда у нас, тогда еще раньше получается в США евро будет, тогда доллар будет падать по отношению к евро. Ну, посмотрим, посмотрим. Хорошо, пока что это прогнозы. Пока что это прогнозы. А вот 13-е я хочу сказать отдельно. На все недели, это самый напряженный день, и около 12-ти дня по московскому времени будут развороты во всех парах и индексах. То есть, такие напряженные ситуации. Возможно, около 12-ти дня что-то будет происходить в мире такое существенное, что может отразиться именно на рынке. Ну, и трейдеры говорят, что время не используют, используют. Трейдеры обращают внимание на отчетность. Надо посмотреть, около 12-ти дня, возможно, будет какой-то важный репорт, отчет. Возможно, возможно, но это только в Европе, поскольку в Соединенных Штатах обычно такие репорты выходят в 7-30 утра или в 9 часов утра. Вот был очень важный репорт на прошлой неделе, в пятницу, это был non-farm payroll, короче говоря, репорт о создании рабочих мест. И он был очень хороший, благодаря чему индексы все поднялись очень и очень высоко. Ну, и вот, как я уже говорил, в начале программы S&P 500, Standard & Poor, такой индекс, он вышел на новый хай. Василина, а скажите по поводу индексов, есть ли у вас информация, что будет с ними? Да, есть. Ну, давайте озвучьте. Перечисленные S&P, дальше Dow Jones и Nasdaq, у них как раз-таки 13-го числа юхай, после чего падают. А до этого времени, у нас сегодня 11-е понедельник, вторник, среда, мы продолжаем идти вверх, да? Да, продолжаем идти вверх, но падение именно на среду такое существенное. То есть, в среду ожидается падение какое-то, а потом, наверное, опять подъем, да? Да, да, все верно. И дальше индексы идут вверх, 18-го еще один ньюхай, я так думаю, то есть мы можем еще выше подняться. А вот уже следующую неделю, прошу прощения, нужно будет разобрать. Все-таки нужно будет опираться не только на астрологию, но и посмотреть, вообще проанализировать графики, что происходит и на Фибоначчи. А Фибоначчи у нас тоже использовал астрологию. Ну, да, на самом деле, именно Фибоначчи уровни, Леонардо Фибоначчи, известный итальянский математик 11-го века, он не открыл это, он просто нашел то, что в природе существует вот такая гармония. И теперь все трейдеры, в общем-то, они используют вот этот, ну, почти все используют вот эту методику уровней Фибоначчи. В частности, я, это моя главная, так скажем, методика в определении тех уровней и, опять же, куда мы идем. Ну, хорошо, хорошо, Василина, тогда, наверное, для начала достаточно, да? Или вы хотите что-то добавить еще? Да нет, я очень рада была тут пополтать у вас на радио. Хорошо, ну а как мы уже рады? Да, пока достаточно, я надеюсь, в следующий раз мы увидимся, услышимся. Да. Мы поговорим о чем-то менее подлом, чем финансы. Да, давайте мы поговорим о чем-то таком хорошем. Финансы, они, вы знаете, две силы в мире господствуют, это власть и деньги. К сожалению, и все, вот из-за этого все проблемы. Так что, ну, необходимость все-таки заставляет нас об этом говорить. Ну, и кого, повторю, кого интересуют эти вопросы, и кто хотел бы задать вопросы, то ли Василине, то ли мне. Все-таки я имею свою школу образовательную по бирже, кстати. Поэтому нигде об этом, ну, так как правило, не афишируется, поскольку все-таки я, центры Сангейтса этим не занимаются. Это, так сказать, хобби, будем так считать. То, пожалуйста, Вы можете это сделать по телефону 847, код города, код страны, единицы. 1-8-4-7-2-2-6-9-9-5-6. Это тройное W.SanGateRadio.com, SanGateRadio.com. Это Skype, SanGate108. Ну, и Facebook, естественно, SanGateRadio. Меня зовут Майкл Мелехов, я руководитель центра SanGate. И у нас на связи была астролог, известный астролог, руководитель школы основания, проекта основания, Василина Мицкевич. Ну, редкий гость в последнее время, но я надеюсь, мы будем все-таки чаще общаться сейчас. И, Василина, спасибо Вам за Ваше время. Ну и до новых встреч. Спасибо. Рада была пообщаться. Ну, и еще раз хочу тоже сказать по поводу того, как со мной связаться. По тем телефонам, которые Майкл сейчас перечислил, по скайпу, который озвучил Майкл, со мной можно выйти на связь. Других способов пока нету, потому что такие обстоятельства. Да, да. Ну, я могу заверить о том, что без ответа не останется ни один человек, который задаст эти вопросы, и все Ваши замечания будут учитываться, без сомнения, поскольку мы работаем для Вас. И что бы кто ни говорил, и как бы ни читал по-другому, это так. Мы очень хорошо понимаем, что такое карма. И законы кармы никто не отменял. Кто верит, кто не верит. Это дело каждого человека, но это очень важно, поверьте. Дорогие друзья, я рад, что Вы смотрите нас в записи, поскольку программа не объявлена, и это спонтанная программа, поэтому Вы уж извините, если были какие-то там неувязки, неполадки. А во всем остальном мы еще раз рады и будем встречаться с Вами вновь и вновь. Василина, спасибо Вам большое, и до новых встреч. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok